Четыре повтора таких. Пока многие только собираются в отпуск, эти парни его уже отгуляли. Сейчас экватор лета, они активно готовятся к зиме. Это первые тренировки обновленной команды. Как здесь говорят, именно на земле закладывается основа. Хоккейный прыжок. Мах, что же, имитация. Повыше. На льду будут позже, ровно через три недели. До этого сборы их организовали в пределах Барнаула. Расстояние между локациями сократили до минимума, чтобы не стоять в длинных пробках. Так, коллектив заселили в апартаменты одной из баз в Бару. Оттуда ездят вот на этот стадион Рубин и школу, где есть тренажерный зал. Все передвижения ограничиваются поселком Южный. Все хорошо сегодня, только вышли с отпуска, отдохнувшие. С боевым настроем, вся сбора, отработаем. В сезон хорошей физической подготовки, войдем. Войти в сезон команда планирует с увеличенным бюджетом. Отсюда Динамо Алтай может позволить, пускай и вот такие исключительно городские сборы, обновить амуницию, пригласить опытных игроков. К 14 хоккеистам, что остались в обойме с прошлого сезона, добавят еще около 10. Пытались уговорить вернуться в большой спорт Максима Симоненко. Отказался. Из потенциальных новичков, в том числе студенты одноименного Барнаульского студенческого клуба. Тренировки, совершенно другие тренировочный процесс, более тяжелее, упорнее. Все ребята с большим желанием хотят проявиться. Наверняка у обновленного тренерского штаба уже есть список как минимум трех сформированных пятерок. Детали пока не говорят. Возможно, будут еще усиления. Это чуть позже и уже точечно. Скорее всего, приедут те игроки, которые не подошли командам из высших эшелонов. Другое дело, уверяют руководители, уровень этих игроков может быть гораздо ниже ожиданий. Из таких известных игроков для Барнаульского болельщика, во-первых, Влад Янцен вернулся, Степан Жданов, Иван Стрибков. Остальные ребята, которые играли по высшей лиге, Александр Гиберт и Рябухин Сергей. Ряд игроков, на которых мы рассчитываем, которые нам помогут. Усиление требует и автобусный парк клуба. Этот выпуск Минского автомобильного завода уже отработал срок. Объездил всю Сибирь, намотал тысячи километров, ломается постоянно, пора на пенсию. Замены пока нет, не хватает денег. В ближайшее время руководство команды планирует перекрасить клубный автобус. Но вот, судя по таким сколам, проблема, конечно же, назрела. И здесь, вот на этом месте, планируется поклеить новый логотип клуба. Старый, Алтай, уйдет в прошлое. Запланирована двухсторонняя игра. Это уже в конце июля, в начале августа анонсированы товарищеские игры. В гости из Новосибирска приедут сибирские снайперы. Старт сезона ожидается в середине сентября. Задача все та же. Призовое место нам меньшее здесь не согласны. Кирилл Политов, Николай Шилко. День с толком.